Бонжур, бонжур, мои великолепные! В этом видео я продолжу вам рассказывать по-быстренькому о тех нелепых случаях, которые приключились со мной в попытке найти среди парфюмерных всяких изысков и не только что-то интересное. В общем, еще четыре нелепости осталось в моей коллекции, поэтому приступим. Первый аромат – это Пурбланка Блаж. Я знаю, что многие на него молятся, многие его обожают. Для многих он там какой-то суперзнаковый аромат молодости, детства или еще чего-то. Я не знаю, это же вроде переиздания. Я не знаю, каким он был раньше, но сейчас я могу сказать то, что это, опять же, дешевая порошковая химия, немножко цветочненький. И пахнет еще, знаете, ой, пахнет как дешевые арабские масляные роликовые такие штучки, которые продаются во всяких там индийских лавках, которые типа там тоже имитируют какие-то парфюмы, иногда люксовые, иногда там просто написано. Знаете, все этикетки разные, на всех названия разные, а пахнут они все одинаково. Вот такая база у этого парфюма. Порошок, какие-то невнятные масляные подделки, цветочки, просто какая-то невнятная жижа. Никакой пудровости, красоты и так далее в этом нет. Более того, у него какая-то несколько пластиковая база. В общем, очень грустное зрелище. Я бы не хотела, конечно, чтобы ароматом моей молодости было подобное, было вот это вот. Но что поделать. Опять же, может быть, только я его так слышу, а на самом деле это что-то я не знаю. Шанель номер пять. В общем, ладно. Далее у нас идет вот это вот Peace and Love Attitude, Avon. Ой, купила я его опять, по-моему, в каким-то сетом Attitude вместе с вот этим вот товарищем. Он вроде как такой, знаете, цитрусовый, веселый, яркий, но в то же время это очень химическая цитрусовость. Опять же, порошково-мускусная. И есть в нем нота, опять же, пластиково-головокружительная. То есть это настолько химично, настолько немного будто так ядовитенько, что мне становится дурно от него. Как бы, знаете, я даже не знаю. Есть в нем вроде набор таких цитрусов. Вроде сначала идет апельсин, потом чувствуется лимон, потом вроде чувствуются травы. И он постоянно его вдыхаешь. Вроде он неплохой, но потом начинаешь на себя носить и понимаешь, что, как говорится, не хочешь срать, не мучай жопу. Это не туалетная вода. Это вообще непонятно что. Опять же, это было бы хорошо, если бы было ароматизатором для вот этих вот подободочных унитазных шариков. Вот примерно так. Вот оттуда, если бы такой душман шел, было бы нормально. Освежает цитрусы и все дела, как будто тебе в задницу ударяет, я не знаю, камаз, который въехал в тебя по пути перевозки апельсинов. Вот примерно так. Но химическая ядовитая база, разумеется, рушит все. Далее идет у нас два дружка. За это, конечно, многие сейчас, наверное, будут заходиться. Орм. Это лак Limitless. Я знаю, многим он нравится. И лак Ля Ви. Я сейчас даже на одну руку нанесу Limitless. Так, сначала его распробуем, а потом Ля Ви. Что хочу сказать. Конечно, когда вы их наносите, они весьма неплохие. Но, конечно же, дело в их сердце и базе. Limitless весьма сильно выдает лак, химию, мускус, что-то металлическое. Да, вначале это цитрусы, это цветы, это небольшая акватика. А как и Ля Ви, как и все лаки, он поначалу такой хороший, такой милый, такой приветливый, нравится. Вроде как носибельный, вроде прям и нельзя к нему предъявить, что есть какая-то эйвоновская нота. А потом они начинают раскрываться. Немножечко липко. А потом начинает вот это вот выходить нота, знаете, как в новом Avon Attraction Desire. Вот чего-то грубого, чего-то непродуманного, чего-то плоского. Опять же, немного пластика. Пластик, металл. Вот знаете, как будто вы пошли сдавать на переработку весь свой рассортированный какой-то мусор. Без каких-то объедков, а вот именно пластик, картон, металл и так далее. А Ля Ви, вот этот вот, ну это просто ужас. При нанесении в первые полсекунды он хорош. А потом это, прям как я уже говорила, резиновая башка какого-то пупса из ларька. Такой же припах есть у Persever Sunshine, по-моему, от Avon. Это там одна из последних новинок в этой линейке. Это опять же грубость, это опять же какая-то нитка, леска какая-то, вот знаете, вот этих кукольных дешевых волос. Нет, это просто, это незачем носить на себе. Я понимаю, что кому-то это очень нравится. Кому-то, кто, возможно, не знает, что такое, там, я не знаю, действительно красивая парфюмерия, сделанная с умом. Или опять же, даже в том же Avon есть очень красивые парфюмы, которые как бы не стыдно носить, не зазорно, которые безумно красивые, потрясающе звучат, которые сделаны очень хорошими парфюмерами, которые сделаны с умом, не через одно место. А через то, которое нужно. И они прям восхитительные, я их ни на что не променяю. Но вот лак La Vie, это, по-моему, самый худший из всех лаков. Мне больше всего нравится вот этот новый, который вышел. Я не помню, как он там называется, у него такая радужная упаковка. Хотя я, кстати, знаю, что многим он не нравится. Но для меня это тоже, можно сказать, комплимент. Вот, на втором месте, ой, даже не знаю, либо Limitless, либо первый лак. Не знаю, это надо подождать. Не знаю, вот как это так, знаете, в произвольном порядке. Второе, третье место, это Limitless и классический. И на четвертом вот этот La Vie. Но я бы даже никакое место ему не отдавала, а просто использовала бы его, я не знаю, как, я не знаю, если нужно там кроссовки почистить, там подошва испачкалась. Вот примерно для таких целей. Вот. Как-то так. Конечно, разочарований у меня было больше, но это все те, которые я вам еще не снимала. Вы еще не слышали моих отзывов, по-моему, об этих товарищах. Я, по-моему, где-то говорил вот про Surreal Utopia. Ну да, еще раз повторюсь, его можно носить, но лучше не надо. В общем, он, в принципе, может быть при определенной температуре неплох. Может быть, он нормален на холодной коже, но на горячей, на моей, это просто какая-то, ну, это просто фигня, конечно. Хотя фотографии, конечно, с ним, опять же, в моем инстаграме. Безумно красивые. Советую посмотрите и насладиться. Вот. Это единственный плюс для меня в этом, в этой туалетной воде. Вот. Это были все, значит, мои уродцы. Полюбуйте еще раз. Больше вы их в моих обзорах не увидите. Вот. Пишите ваши парфюмерные разочарования. Возможно, что-то из этого тоже послужило для вас каким-то горьким уроком парфюмерным. Вот. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока-пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, 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 ставьте лайки. Продолжение следует...